Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас 22 марта 2016 года По одному из современных календарей Вторник По одному из старинных 21 день месяца пробуждения природы 7524 лета, неделя Как не допускать позвоночный грыж Такова тема сегодняшнего эфира И главный соведущий, уже хорошо вам известный Казак Костоправ Виталий Казакевич Здравия, Виталий Здравия всем Здравия славянскому радио Алло, слышно? Да, слышно Связь у нас немножко Связь Связь у нас иногда Шутки выбрасывает Но мы уже к этому привычно Так что будем как-то выходить из данной ситуации Итак Тема достаточно серьезная Перед эфиром мы с тобой говорили Большинство людей к тебе обращается Именно с этой проблемой С проблемой позвоночника Что там что-то где-то защемило И ой-ой-ой Повернуться невозможно Давай, наверное, расскажем Что же такое Эта самая позвоночная грыжа Или эти самые позвоночные грыжи Для начала Чтобы понять Что это вообще такое Что это за зверь Ну да Давайте начнем Уважаемые слушатели нашего канала И мы сегодня будем говорить О грыжах Именно межпозвонковых То есть Чуть-чуть говорить Межпозвоночные грыжи Неправильно Потому что Позвонок у нас один Да Это как структура А есть позвонки И вот грыжи бывают Межпозвонковые Между верхним и нижним позвонком У нас есть диск Диск Прокладка служит Как амортизатор Между каждым позвонком Есть этот диск Ну кроме атланта Естественно Атлант у нас уникальный А во всех других отделах Есть у нас диск И вот этот диск Состоит из фиброзного кольца И внутри как такой гель Находится Пульпозное ядро Он такой тягучий Как смола может Такая застывшая И вот этот Диск Очень часто У многих людей Травмируется И он начинает Понемножку Вылазить за свои Физиологические Приджи Влево Или вправо Или вперед Или назад Или по кругу Такая грыжа Называется Круговой Вот То есть Когда диск Весь расключивается И он По всей своей Площади Вылазит во все Стороны Есть Одно Грыжа Или левая Или правая Или задняя Грыжа Когда делают Врачи МРТ Они Не описывают Какую сторону Вылезла И вот В зависимости От того Куда эта Грыжа Вылезет Человеку Бывает Или Ой-ой-ой Очень плохо Или Нем Плохо Он даже Может ходить Всю жизнь Жить с грыжей И не знать А потом Как-нибудь МРТ сделает Бац Посмотрит Это там Грыжа Но он говорит А мне Ничего не беспокоит Ничего не болит Просто грыжа Вылезла В такую Область Где нету Никаких Каких-то Нервов Нету Связок Где много Болевых Рецепторов И не болит Но если Грыжа Вылезет В сторону Спинного Мозга Или Нервного Корешка То тогда Будет Ой-ой-ой Больно Могут Быть Какие-то Неврологические Расстройства Боли А не Менее Конечностей Если В районе Грудного Дела Д3 Д4 В левую Сторону Сместиться То может Быть Тахикардия Болезни Сердца Грыжи Чреваты Развитием Респираторных Заболеваний Кашля Бронхов Ну и так далее Вот Это я уже Так чуть углубляюсь Но мы сейчас Это подробно Наверное Разберем И у нас Тема Сегодняшней Передачи Как не допустить Эти грыжи Да То есть Что такое Грыжа Как их лечат На сайтах В принципе Можно почитать В интернете Информации Много И на моем Сайте Есть Manualco.com Там есть целый Раздел Там несколько Статей По грыжу Но вот Достоверной Информации Почему эти грыжи Так легко Появляются Вот На данный момент В интернете Практически Нет То есть Я делал Мониторинг Интернета Интернет ресурсов Специально И Полностью Где было бы Описание Нету Ни одного Сайта нету Я буду Эту статью Писать По этому поводу Новую Просто Столько Много Делал Что руки Не доходят И вот Ваша Передача Радио Лучше Почему Потому что Мне голосом Быстрее сказать Чем это Написать Понимаешь Надо написать Это редактировать Это все время И выложить Это время Алло Сейчас меня Хорошо слышно Прервусь Тебя слышно Слышно Говори Ну Так вот Продолжим Значит Почему У У В современном Обществе Мы вот Болеем Грыжи Давайте Сначала Разберем Я вот Тут Недавно В интернете Прочитал Статью Совершенно Случайно Нашел Что оказывается Шимпанзе Так же Само Болеют Грыжами Как и Человек Знаешь Почему Ну Наверное Похоже Что-то У них Потому Что Она Много Времени Проходит Проводит В ходьбе На задних Ногах Как и Мы Вертикально Вот Очень Много Ходит В отличие От других Приматов Вот Мы Люди Ходим На двух Ногах У нас Идет Вертикальная Нагрузка На позвоночник Это Нагрузка Какая Во-первых Атмосферный Столб Да Во-вторых Когда мы Носим Тяжести В руках Сумки Когда мы Поднимаем Предметы Штанги Когда мы Сидим Нагрузка На поясницу 140% Когда стоим Столб Когда лежим Мы Только нету Нагрузки На позвоночник Столб И Наши диски Они Еще эволюционно Не приспособились К этой вертикальной Нагрузке Хотя мы Уже Давно Люди Ходим Давно Около Трех Миллионов Лет Вертикально По версиям Последним Версиям Современных Антропологов Я постоянно Слежу За всеми Новшествами Антропологии Я смотрю Стаса Дробышевского Соколова Немножко Поглядываю Других Иностранных Смотрю Так вот Ходим Мы 3 миллиона Лет Но все равно Позвоночник Еще не приспособился Шимпанзе Ходит 50 миллионов Где-то лет И у него Тоже еще Не приспособился Вот Можно спросить Как так Почему не Приспособился В чем Секрет закрыт И вот как раз Об этом секрете Я хотел и поговорить Но перед тем Как О нем Говорить Может есть Какие-то вопросы Может еще люди Сами Некоторые Слушают И не понимают Самого Механизма Возникновения Грыжи Что это Может обсудим Сейчас Чтобы Дальше То что я буду Говорить Было Понятно И мы не Возвращались Давай обсудим Конечно Конечно Давай обсудим Ну значит Хорошо Фишка в чем Ходим и ходим Уже много миллионов лет Гритикально А позвоночник наш Еще Не приспособился К этой вертикальной Нагрузке А точнее Наши диски Не могут Выдержать Эту нагрузку Лопаются Трескаются Из-за этого Вылазят грыжи Так вопрос Получается Почему же он За миллионы лет Не может приспособиться А Тут же Ответ Он никогда Не приспособится К этому Никогда Почему А потому что Природа Она Очень умная И что Она Взяла Сделала Сама природа Наша человеческая природа Вот Живых существ Человек Прима Да Мы Мы все живые Да Двигаемся И она Защитила Наш диск С самого раннего детства Чтобы Детки Когда мы Очень маленькие И детки Все подвижные Падают Прыгают Я смотрю на свою дочку Она каждый день Головой куда-то влетает И что сделала Природа Природа Она С рождения Сделала В самом диске Больше Органических Веществ Чем Неорганики То есть Органические Вещества Это Белок Логен Да А неорганика Это Железо Кальций И другие Да Там Кремний И другие Минералы То есть Мы берем Кость И Диск Как одно Целое То есть Его же нельзя Разделить То есть Вообще Это в медицине Называется ПД Позвоночный Двигательный Сегмент Он состоит Из двух Позвонков Как я говорил Верхний И нижний И между Ними Диск То есть Мы рассматриваем Цельный Сегмент Потому что Если бы Не было Верхнего Нижнего Позвонка То диск Естественно Ничего Не раздавило А так Диск Находится Постоянно Как между Молотом И наковалем Принцип Зажатого Пальца В тисках То есть Позвонки Получают Компрессию За нагрузки Зажимается Диск И он Разрушается Так вот Что сделала Природа С самого детства Она дала Ребенку Очень гибкий Позвоночник Она Сделала Органических Составляющих В позвонке Больше Чем кальция Железо И позвонок Само тело Позвонка Оно Гораздо Мягче То есть Если Было Больше Железа Он Был бы Твердый Мощный Кальция Но не Такой Гибкий Не Такой Эластичный Понимаешь А так Как Дети Постоянно Гнутся В мостик Могут Становиться То есть В шпагат Почему Детки Гибкий Потому Что У них Кальция Меньше С возрастом Это Соотношение Органических Нероганических Веществ Меняется Потом Начинает Увеличиться Больше Кальция Органических Веществ Становится Меньше И Позвонки Становятся Тверже Так Вот Мы Поговорили Только Об одной Грыжи Диска Но Бывают Еще Грыжи Шморля Вот Как Раз Я Хочу Еще О них Поговорить Что Такое Грыжа Шморля Грыжа Шморля Это Та Грыжа Которая Будет Выдавливаться Не вбок Не назад А в Сам Позвонок Само Тело Позвонка То есть Диск Будет Или Вверхний Позвонок Вдавливаться Или Внижний И Будет В самом Позвонке В самом Теле И Вот Если Эта Ямочка Будет Расширяться Увеличиться Активно То Это Чревато Вообще Разрушением Самого Тела Позвонка И Там Возникают Опухоли Миомы И так Далее Ну Не буду Говорить Такие Термины Страшные То есть Эти Грыжи Шморля Тоже Очень Страшные Но Грыжи Шморля Бывают Еще От Воздействия Передней Или Задней Связки Протольной Но Это Уже Чуть Посложнее О них Мы Не будем Говорить Потому Что Вообще Улетим Далеко То есть Грыжи Бывают Сейчас Двух Типов Межпозвонковые Дисковые И Именно Грыжи Шморля И Почему Вот Эти Грыжи Шморля Получаются Потому Что Сам Диск Он Очень Упругий Фиброзное Кольцо А В раннем Детстве В теле Позвонка Кольца Мало И Он Мягенький Становится И Вот Когда Детки Прыгают Когда Они Активно Бегают И так Далее То Сам Диск Он Начинает Вдавливаться В эти Позвонки И Создаются Грыжи Шморля Такая Просто Природа И Практически У всех Людей Есть Грыжи Шморля То есть Если Простые Грыжи Дисковые Грыжи Есть Не у Всех Людей То есть Допустим По современной Статистике Это 70 Где-то Процентов 70 72 В разных Странах По-разному Вот Конечно Бывают Страны Что Очень Маленький Процент Ну Это В основном Африканские Страны Где Люди Мало Сидят За Компьютерами За Рулем Автомобиля Которые Живут Больше На Природе Там Меньше Грыж Именно Дисковых А Грыжи Шморля По Статистике Наверное У 90 95 Процентов Населения И Вот Как раз Они Возникают Из-за Вот Этого Баланса Странного Что Якобы Нас Природа Защищает В детстве И не дает Нам Очень Много Металлов Сам Позвонок Поэтому Он Становится Мягкий И Самое Главное Что Пока Мы Маленькие Наши Диски Имеют Сосуды Где-то Примерно До 23 До 25 Лет Диск Питается За счет Кровеносных Сосудов Которые В него Заходят А потом Когда человек Вырастает Эти сосуды Облитерируют Умирают Их Нету То есть Питание Дисков 25 лет Прекращается И диск Начинает Грубо говоря Высыхать Дегидрировать В него поступает Меньше питательных Веществ И вот Организм Начинает Перестройку Производить Раньше Он получал Питательные Вещества Ну с кровью То есть Там белки Гормоны Витамины Через кровь Сосуды Были А в 25 лет Раз Все Сосуды Отмерли И что Начинает Диск Делать Он Начинает Получать Это питание При помощи Метода Свободной Диффузии То есть Из тканей Которые Лежат Рядом Ну там Мышцы Связки Ткани Какие-то И он Начинает Вытягивать Как бы Высасывать Метод И когда Этот метод Диффузии Происходит В основном Ночью Когда мы Спим Когда мы Спим На хорошей Мягкой Постели Наши Мышцы Должны Расслабиться И позвоночник Сам по себе Должен Стать Длиннее То есть Произойти Декомпрессия То есть Вот эти Тиски Должны Рожать Диск Там Создаться Меньшее Давление И он Будет Как губка Запитывать Эту воду В себя Питательную Ну А в воде Естественно Должны Быть Питательные Вещества То есть Еще Человек Должен Принять Питательные Вещества И тогда Диск Получит Питание А днем Когда мы Встаем На ноги Утром Мы Как правило Всегда Выше Чем Вечером На Один Два Три Сантиметра Ну В зависимости От Утром Мы Все Выше Вот как раз Из-за Этого Процесса Потом Мы Днем Встановимся На ноги Начинаем Садиться За руль За компьютер За стол На работе Брать тяжести В руки И мы Днем Постоянно Компрессируем Позвонок Из него Жидкость Выходит Это питательное И она Зайти не может Вот Идет Нагрузка На позвоночник Жидкость Зайти не может И поэтому Многим Так хочется От усталости Прилечь Организм Требует Отдыха Позвоночник Устал Появляется Жгучая боль В пояснице Как правило Чаще Почему Потому что В пояснице Нагрузка Больше Там возникает Рычаговое давление За счет Биомеханики 600-700 Килограмм Особенно Если человек Часто Наклоняется И поднимает Тяжести Значит Из диска Вода Выжимается Он становится Сухим Начинает Фиброзное Кольцо Потрескивать И вот Если Мы часто Находимся В такой Ситуации Вот это Потрескивание Раз Чуть-чуть Треснуло Два Чуть-чуть Треснуло Три Чуть-чуть Треснуло Четыре Полгода Год Два Если в таком режиме И на тебе Человек Получает Грыжу Сначала Сначала Маленькое Пролоббирование Диска За пределы Своей Потом Протрузия И как Финиш Эта экструзия Когда уже Диск полностью Разорвался Лопнул И начинает Пульпозная Жидкость Пульпа Пульпозное Ядро И убирать Давление Этой пульпы На спиной Мозг Потому что У человека Могут Отказать Конечно Может произойти Произвольное Мочеиспускание То что угодно А до этого Могут Ноги Не мить И так далее Так вот Первым Признаком К операции Это я сразу Скажу Людям Чтобы Они знали Если У человека Ну это как правило Когда поясничные Грыжи Если У человека Произвольное Мочеиспускание Грыжа Передавила Спиной Мозг И вот Человек Уже Нервы Там Оно ему Пережало Он не может Держать Мочевой Пузырь То в течение Двух суток Надо срочно Сделать Операцию У него Есть 48 часов Операцию Если Не сделать То Это может Затянуться И быть Необратимой Последствия Человек Может остаться На всю жизнь Инвалидом Ну это Так я Сразу Сказал Чтобы Знали А так Просто Не надо Делать Операции Почему Я об этом Говорю Дня Два Три Назад Ко мне Приехал Пациент У него Жены Была Грыжа Ходила Нормально Здесь В Херсоне Ей В госпитале Врач Отказал От операции Не повезли В Киев В Киеве Профессор Взялся Делать Операцию Обещал Что все Будет Хорошо Вставил Титановые Диски Дорогие Но Операция Произошла Не очень Меха Инвалид Не может Ходить И все Другие Неприятности Вот Такой Вот Случай Хотя До Операции Ходила Просто Не Мела Нога Если Ну Встать Водитель Которые Очень Часто Носят Грузы Есть Специальные Пояса На Поясницу Одевайте Берегите Поясницу К примеру Я такие Пояса Сам Разработал В аптеке Не нашел Нужного Разработал Свои Их Можно Под Одежду Одевать Их Не Видно Там Есть Специальные Пластины Не Держат Поясницу И мы Берегем Поясницу Дальше Если Это Шея Если Мы Долго Сидим За Компьютер По 8 Часов В день По 10 Монтируем Какое-то Видео Или Фотошоп Или Просто За Очень Легко Грыжу Шейного Дела Она Вообще Чревата Большими Последствиями За Компьютером Кто Сидим Надо Каждые 40 Минут Не через Час Не через 60 Минут А каждые 40 Минут Вставать И делать 5-7 Минутную Зарядку Для шеи Просто Покрутить Головой Влево-право Понаклонять Повытягивать Голову Руками Этого Уже Будет Достаточно Но Через Каждые Представляю себе Сколько Радиослушатели Начали двигать Шеями И головами Ты знаешь Я за рулем Когда еду Если Дорога Свободна Я ставлю Вот этот Ну чтоб Сама ехала Чтоб на педаль Езжать Как он Этот Круиз Контроль Роль Да Ну если Машин нету Вот пустая Дорога Роль держу И головой Начинаю Наклонять Глаза Открыты И знаешь Очень хорошо Разгружается Еду я В метро Или в маршрутке В самолете Сижу Че даром Терять время Я делаю Зарядку На шее Пожалуйста Красота Мы всегда Можем найти Время Но что касается Гриш Морля Хотел добавить Значит Как я уже сказал Природа нам Дала с детства Гибкий позвонок Гибкий В нем Мало кальция И мы как раз Уже о кальции Говорили Каждый Обрыв Связи Давайте Сейчас Прильемся На музыкальную Паузу А потом Попробуем Связь Восстановить Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио Напомню, что по одному из современных календарей 22 марта 2016 года вторник По одному из старинных 21 день месяца пробуждения природы 7524 лета Неделя Говорим мы про то, как не допускать позвоночных грыж Вернее, как нас поправил правильно Наш главный следущий Казак Остаправ Виталий Казакевич Межпозвонковых грыж И мы прервались Как раз Вернее, не мы прервались А нас прервала связь Прервали нас Не узнаю, что там Какие обстоятельства Но прервали На том, когда был рассказ о том Как себя правильно вести в дороге Останавливаться пассажиром Делать гимнастику Делать какие-то йоговские упражнения Водителю тоже Хорошо бы так размяться Через каждые 100 километров И вот после этого Как-то связь ушла Мы послушали приятные Мелодии Музыку И можем теперь продолжить Наш разговор Пожалуйста Будем продолжать, да? Все нормально Слышно, да? Да, ну как там Немножечко связь, конечно Дурака валяет Но Разобрать можно Хорошо Значит Про водителей Мы говорили Теперь хочу Сделать Акцент Про тех Люди Которые Поднимают тяжести Значит Обязательно Стараться держать Спину ровно Не наклоняться А приседать На Ногах Ну Об этом, конечно Уже многие знают Но Все равно Допускают ошибки И самое главное Ни в коем случае И делать Вот такое вот движение Наклон И поворот вбок Вот это вот движение Провоцирует Появление Грыжи То есть Никогда Даже если мы Поднимаем Упавшую ручку Вот вы сидите За столом Письменным За компьютером У вас упала Ручка на пол Я замечал В офисах Они наклоняются Вперед И поворачивают Корпус вбок Чтобы поднять Ручку И вот От поднятия Ручки Можно заработать Крыжу Я думаю Многие Об этом Даже не знали А ты знал Я об этом Да Ну честно сказать Да Об этом я знал Просто Ты сегодня Главный у нас Ведущий Поэтому я И не встреваю Поскольку Ты практикуешь А я Все-таки Это отлично Хорошо А я иногда Правлю Но Непрофессионально Скажем так Ты все-таки Профессионально Это делаешь Вот Потом Когда еще Может появиться Грыжа Когда мы Спрыгиваем С высоты На ровные ноги Это касается Спортсменов Я сам занимался Легкой атлетикой Нас учили Правильно Приземляться Ну допустим Прыгали через Барьеры Через шест Это касается И парашютистов Конечно Их тоже Учит Многие Должны быть Колени согнуты Стопы Должны Ставиться Правильно И Должны На носочки Ни в коем случае Не прыгать На пятках И вообще Очень есть Хороший тест Проверить Поясничные Грыжи Если Пациента Человека Поставить Ровно На ровные ноги И попросить Прыгнуть На ровных ногах И приземлиться На пяточки То есть Поднять Носочки вверх И он прыгнет На пяточках И ему Отдаст Эта болью Прострелом В поясницу Значит у него Есть протрузия Или грыжа Это вот такой Очень простой тест У кого диск Разрушен Сразу Кольнет Даст болью Стрельный током И он почувствует Просто На пяточках На твердой земле На бетонной Естественно Приземляться На мягкую землю Лучше Это понятно То есть Если вы прыгаете Где-то через Обор с крыши Смотрите Что вы прыгнули С правильными Ножками На мягкую траву На какую-то Свежую землю Это смягчит Удар И не будет Появления грыж Дальше Как ни странно Но плавание Вот говорят Плавание Для спины полезно Но если человек Занимается плаванием И он прыгает С вышки Даже двухметровой Головой В воду И неправильно Поставит руки То весь удар Придется в голову Компрессия Пойдет на шейные Позвонки И они Могут Травмировать Вылезет Грыжа шейного Дела Поэтому там Есть правильная Постановка рук Таким образом Чтобы создать Волнорез для воды И разрезать Руками Правильно Сложенными В воду И войти правильно То есть Это тоже Очень важно Ну и в бассейне Не поскользнуться Не упасть Это тоже Надо учитывать Дальше Самое главное То есть Это мы Рассматривали Травматичные Виды спорта Но У меня были Такие пациенты Которые мне Говорили Я не ношу Тяжести Я не И не прыгаю И не Лажу Не скакаю За компьютером Не сижу Много Там Делаю Активный Образ жизни Веду Зарядку Там Два раза в неделю И вот приходит Снимок Все равно Из грыжи Так вот Уважаемые пользователи Очень часто Грыжи Вылазят Именно Во время Сна Когда мы Спим На неправильной Поверхности Я уже Чуть Говорил Когда Происходит Питание Диска У взрослого Человека После 25 лет Когда Нету Сосудов Диск Питается Методом Она Происходит Не занимается Тяжелым Тяжелым Должна Должна Мы Самая важная Рост Должна Должна На один Тонус Мышц Получают Вот Прав я в этом Отношении Не будет Да Я же об этом Говорил Да Так я об этом И делал Может не сделал Такой акцент Спасибо Что Я хотел Сказать Чтобы мышцы Были мягкие Но заговорил За постель За подушки Забыл Но как раз Для этого Нужны Массажисты И костоправы Такие Как я Делаю рекламу Мы этот Тонус Мышцы Убираем Я постоянно С этим Борюсь На своих Правках Приходят Люди Бывают Мягкие А мы Готовились Мы ходили В баньку Мы делали Массажи Мы делали Примочки Грели Солю Подготовились До нормальной А бывает Приходят Такие жесткие И что-то Хотят И в результате Мы их Трем Четыре дня Потом Они идут Отдыхают Опять Трем Идут В баньку Париться Ну и есть Методы Главное Заниматься Человек должен Заниматься И следить За состоянием Своих мышц Это естественно Они должны Быть мягенькими Правильно Да И вот тут Как раз То что Ты сказал Здесь Нужны Растирки Массажи Какое-то Воздержание От физических Нагрузок Какое-то Время Потому что Мне было Знакомый Которому Я тебе Даже Не совру Дня три Над ним Бился И все равно У него тонус был Настолько Кирпич Как будто Там лежал Вот И Просто Что он делал Он уходил После массажа Ну все Довольно И счастливо И опять Брался Впрягался То есть Нарушал Все инструкции И на следующий день Приходил Довольно Ну давай Продолжать Вот Естественно Что если человек Не оставляет Свою трудную работу То в этом случае Тяжеловато С ним что-то сделать Он же Денежки зарабатывает А Ты знаешь У кого Самые итоги Продолговатые мышцы спины Вот эти длинные разгибатели У какой профессии Самые жесткие Делись Давай Делись У профессиональных пловцов У тренеров Вот Вот Я говорю Плавание Они настолько много плавают И когда голову поднимают Вес Они так их Закачивают Что там Две здоровых Жилые тяжи Здоровущие Большие И Знаешь чем я снимаю Руками не снимешь Только баночным массажем Но можно ручками Три-четыре массажа сделать Чтобы подготовить Верхние Слои мышц Верхние Слои мышцы Кожу Чтобы не травмировать Этим вакуумом И берешь Полулитровые банки Спирт Ватку Наматываешь Раз И присосал Намазал спину Вазелина мобильной И вводишь Вдоль этих длинных мышц Только так Можно убрать Этот сумасшедший Мезид Особенно Если пловцы Еще плавают В холодной воде Вот у меня были Такие То там Хавайся Я с тобой согласен Как раз Про банки Хотел Тоже спросить Тебя Но видишь Ты специально Сам уже Потому что Баночный массаж Очень эффективен Именно большими банками Не маленькими Большими Но проблема Знаешь Какой проблемой я столкнулся Не поверишь Я не могу найти Нигде спирт Чтобы элементарно То есть Все Везде Все перекрыто Спирта нет Просто элементарно Хоть бензином поджигай Просто элементарно Спирта не найдешь Да В России Есть такая проблема Но у нас Спирт продается В Украине В аптеках 96% Продавался Пока алкаши Все не выпили И там сказали Что нельзя Теперь продавать Ну ладно Это частности Я в России Это отправлю Прошу приносить Людей Приносит Это частности Доходит до того Что Вот эти Сейчас покупают Есть газовые горелочки Такие Ну газовый баллончик Небольшой Такой переносной Он похож на баллончик Где спрей Для волос Или спрей Для краски Такие Которые продаются Вот там газ есть И есть горелочки Регулируемые Где можно Надел на нее И потом открываешь Газ И немножко включаешь Вот при помощи этого Удается еще что-то делать Потому что спирта нет Просто элементарно Нет даже спиртовую горелку Нечего заправить Или на ватку намотать Ну намотала А чем спирта-то нет Вот поэтому Вот такая-то Интересная информация Так что вот такие горелочки Можно приобрести Они в хозяйственных Магазинах продаются И если не нашли спирт То можно на крайняк Разогреть Только маленький огонек Должен быть не сильный А то там Когда идите Факел Все вокруг Ну вот такая заметка Мысли-слух То, что называется А так вообще, конечно С такой газовой горелкой Нас самолет не пустят Нет, ну здесь все в России Продается В Беларуси тоже Во всех хозяйственных магазинах Есть для маленьких Переносных печек Газовых Или газовых плит Они такие баллончики Небольшие Продаются И газовые горелки Продаются Так что это Не проблема Было бы желание Как говорится Придут к тебе и знания Так, ну что Давай посмотрим Какие вопросы к нам поступали Сразу хочу напомнить Нашим радиослушателям О том, что Вы можете задать вопросы В чате Или как это называется Горница Изба народного Славянского радио Именно зайдя на сайт Славмир.орг Это в поисковике Вы можете набрать Народное Славянское радио И Славмир.орг Как раз это тот сайт Который будет наш Дальше вы ищите слово Чат Нажимаете Если еще не регистрировались Ни разу То придумайте себе Логин и пароль Главное Запомните И не забыть И В общем-то Все На всю жизнь Он ваш За вами Закреплен Вы можете входить в чат Пользоваться Чатом Общаться со своими друзьями И Общаться С нами То есть Задавать вопросы А мы будем смотреть За чатом И Правильно строить эфир Чтобы вам было все понятно Итак Вопрос от Владимира Замытич Какие упражнения Для позвоночника Посоветуете Выполнять Для На домашнем Турнике На домашнем Турнике Висеть Как можно больше В день По минутке Подходите Разгружать Спину И Можно висеть И так тазом Крутить Лево-право У нас Поясничные Позвонки Сделаны Они Двигаются Только По спирали И когда мы Крутим Они лучше Разгружаются Вот Все Больше ничего Не надо делать Хорошо Владимир Разгружать Если хотите Пресс Скачать То Понятно Владимир Разно-русски Такой Владимир Изменич Написал Не занимайтесь Ерундой Изопропиловый Спирт Используйте Вот И будет вам счастье Благодарю Владимира Так Следующий вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Ну мне приносят Спирт Ну да Главное Чтобы его только По назначению Применять Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Здравия Виталий В предыдущих Эфирах Ты вещал Что сделаешь Ролик С упражнениями Рекомендациями По Каксартозу На каком Интернет Ресурсе Его можно Посмотреть Ознакомиться Благодарю Да Помню Еще не дошли Руки Еще Еще Видео Которое Было С семинара В декабре Еще не отмонтировано И вот Это в Питере И монтируется Видео Которое Был Семинар В Москве Вот в марте Очень Очень много Видео И все это Ждет на своей Полочке Поэтому Чуть-чуть Затягивается Еще будет Видео По шейному Остехандрозу Где-то Приблизительно В течение Месяца Мы хотим Разгрестись С этим И сделать Видео По коксоартрозу Вот Но Уже У меня Есть Видео Там Самое Главное Как правильно Делать Массаж Бедра У меня Есть Видео Это Трехлетней Давности На моем Канале Если В Ютуб Зайдете Вобьете Канал Казак Костоправ Сразу Найдете Мой Канал И там Есть Именно Видео Массаж Бедра Посмотрите Это Видео Я Там Рассказываю Про коксоартроз Я эту тему Затрагиваю Как правильно Разгонять Кровь Я Говорю Что Там Питать И Как Делать Грязевые Апликации Такое Уже Видео Есть Но Более Подробно Еще Будет А на Данный Момент Можете То Смотреть Просто В Пасковике На моем Канале Наберете Массаж Бедра И Вы Найдете Это Видео Хорошо Следующий Вопрос Владимира Измытищ Виталий Почему Можно Весь День Рытьяму Или Штукатурить Стену И Нет Никаких Болей В Позвоночнике А стоит С супругой Войти В торговый Центр И Через Полчаса Бесцельного Шатания Начинается Боли В Позвоночнике Это Какие-то Проблемы С Позвоночником Так Теперь Тут Вопрос Где В В позвоночнике В пояснице В грудном Или в шее Вот В зависимости От ответа Я скажу Точно Почему Хорошо Владимир Да Напиши Мы пока Другой вопрос Начнем Изучать Пока Ты будешь Писать Где В какой Части Позвоночника Начинаются Неприятные Ощущения Следующий Вопрос От Вадима Вопрос В эфир Как же Правильно Спать Поверхность Положения Какая Поверхность Должна Быть Какие Должны Быть Положения При сне Ну Русский Язык Он Могучий Спина То есть Спать На спине Да Это Самый Лучший Вариант Поверхность Должна Быть Мягкая Чтобы Наши Мышцы Отдыхали Вот Эти Спазмированные Но Это Для Тех Людей У Кого Нет Сколиоза Хорошо Если Если У людей Есть Сколиоз То Тут В зависимости От Того Какой Сколиоз Левосторонний Правосторонний С Образный Надо Будет Подбирать Специальный Диван Для Них Или Жесткий Ортопедический Матрас Или Жесткий Или Полужесткий Там Вот В наших Матрасах Которые У нас Производятся Есть 5 звездочек 5 степеней Жесткости Для Сколиозников Надо Брать Жесткий На 5 Звездочек Или На 4 А для Людей У кого Нету Надо Брать Мягкий Вот То есть Тут Надо Именно Строго К этому Подходить И Вот Как раз Мы Собрались По этому Вопросу В нашем Торговом Центре Большом Где Продаются Эти матрасы Снимать Видео И Разъяснять Ложить Человека Простого Сколиозника И Показывать Вот Вопрос В чем Возник Не могу Найти Сколиозника Сколиозники Озовитесь Незнакомых Я вылечу Да В Херсоне Нам Нужна Бесплатная Модель У которой Есть Сколиоз Чтобы Мы Положили На Этот Матрас Мягкий И Показать Как Он Провалится И Что Будет Если Человек Будет Спать На боку Долго Какие Будут Последствия То есть Мы Это Заснимем Вы Увидите Ну Простого Человека Которого Нету Сколиоза Есть Мы Положим То есть Мы Двух Разных Людей Будем Ложить На Один И Тот Матрас И Такой Передачи Вообще Нету Ни На Канале Ни В Ютубе Ни По Телевидению Нигде Никто Это Не Объясняет Поэтому Вопросов Много И Нам Для того Чтобы Это Объяснить Нужны Во-первых Матрасы Мягкий Твердый И Полужесткий Или Полумягкий То есть Три Типа Разных Матрасов Вот Помещение Вроде Нашли Магазин С Матрасами Не Можем Теперь Сколиозника Найти Вот Так Вот Как Найдем Сразу Снимем Ролик Смотрите За Новостями Подписывайтесь На Мой Канал И Вам На Почту Будет Приходить Новость Что Есть Такой Ролик Ролик Будет Очень Интересное Видео Я Сам Давно Уже Хочу Снять Больше Года Потому Что Ну Это Проблема Номер Один Все Задают Вопрос Какой Матрас Как И Вот Для Того Чтобы Качественно Объяснить Надо Вот Именно На Живом Человеке Показывать Чтобы Люди Увидели Смотрите Канал Подписывайтесь У Ребята Я вам Сейчас Рекламу Сделаю Да Вот У меня Модель Тут Есть Посмотрят Тысячи Людей Прибегут К вам Покупать Матрасы С таким Еще Подходом Или Как Или Просто Так Нет Просто Магазин Которым Я брал Себе Я у них Покупал Два Дивана Себе Брал Матрас Я с ними Подружился Вот Ну А рекламу Смотри Если люди Основные Просмотры У меня В России Никто же не поедет В Украину Покупать Тот Матрас Вот Кто знает Вдруг Там Такие Цены Такие Слой Такие Скидки Что Все Поедут Как Херсон Приедут Нет Я зондировал Эту Польшу В России Дешевле Матрасы И лучше Я специально Был В нескольких Магазинах И узнавал Под Владимиром Во Владимирской Области Есть Завод Который Делает Матрасы Ортопед Матрасы Подушки Оскон Фирма У вас Лучшие Цены В России Чем у нас У нас Дороже Ну ладно Хорошо Благодарю За информацию Где что Дороже Где что Дешевле Так что Рекламы Тут не Получится Ну ладно Значит Уточняет Владимир Измутич Что после Бесцельного Хождения С супругой По Супер Или гипермарк Или торговому Центру Появляется У него Боли В пояснице Чуть-чуть Выше На 20-30 Сантиметров То есть Поясница И выше 20-30 Сантиметров Но это Скорее всего Пояснично Грудной Переход Вот как раз Тот Отдел Где позвонки Меняют свою Форму Из одной Клиновидной Структуры В грудном Отделе Где Клин Направлен В сторону Живота А в пояснице Клиновидные Позвонки В другую сторону В сторону Спины И вот как раз Вот этот Переход Наверное Болит Почему Он у него болит Я так понял Человек работает Строителем И в движении Этот отдел Он нормально работает Когда человек Наклоняется Разгинается То есть Связки натягиваются Расслабляются То есть происходит Биомеханическая Нагрузка Этого отдела И боли нету Но как только Он ходит С ровной спиной А там позвонки Не имеют поверхности Как бы Горизонтальной То есть Кирпичик стоит На другом кирпичике Не ровно А под углом И происходит Постоянное соскальзывание Именно верхнего Позвонка С нижнего И вот За этого Соскальзывания В медицине Это называется Алистез Происходит Давление Как правило На заднюю Родольную связку И вот Она начинает Болеть Печь Потому что Она От постоянной Нагрузки Перерасканута Ее надо Закачать Но перед тем Как ее закачать Надо Человеку Месяца два Хотя бы Отдохнуть Ничего не делать И правильно Попить Аминокислот Белковую пищу Покушать Чтобы восстановилась Сама структура Связок Ну еще От возраста Зависит Если человеку Больше 50 лет То там не два месяца Где-то полгода Полгода Не надо физически работать Хорошо питаться Связки Заживут А вот тогда Их надо будет Закачивать Хороший прием Это лодочка Ложимся на пол Или на диван На живот И ручки И ножки Отрываем И поднимаем Вот как раз будет Этот отдел Очень хорошо Закачиваться Хорошо Вот так вот Хорошо Еще вот Сейчас у нас есть Музыкальные паузы Пару минут Я хочу Вот что еще добавить Некоторые люди спрашивают А как определить Вообще Гипертонус есть У мышцы на спине Или нет Вот один из простых Способов Это попросить Кого-то Тихонечко Вдоль позвоночника Пройтись И Ну так Например Пальцем Понажимать Потыкать И у того Кого сильный Гипертонус Там воспаления Какие-то уже Намечаются Он просто будет В этих местах Охать Такое ощущение Что вы просто Продавливаете Или бьете Очень сильно Он будет говорить Что так сильно Нажмешь На самом деле Вы не очень Сильно Будете Нажимать А когда Уже Массаж Проходит Когда На второй На третий День Может быть С первого Раза Хороший Массажист Попадается И там Все нормально То тогда Вот эти Нажатия Они будут Восприниматься Ну как Ну нажал и нажал Ничего страшного Здесь не происходит То есть Вот эти Спазмы Мышц Или гипертонус Они очень просто Определяются Просто достаточно Понадавливать Костяшечкой Вот поправь меня Если есть желание Да Я бы Там же ответил Это если Есть кому надавить А если Нету Вы попробуйте Стоя Пальчиками Нагнуться Достать пола Или сесть На пол И вперед Если вы Животом Полностью Ляжете На ноги На коленке Значит у вас Гипертонуса Нету Они расслаблены И дадут вам Наклониться То есть Вот эти Задние Разгибатели спины Если задние Длинные Разгибатели спины В гипертонусе Вам будет тяжело Пальчиками Достать пола И естественно Получить Корпус тела На коленке Сидя На полу Вообще вам не удастся Вот и все И вы сразу Знаете Посмотрите на гимнастов Они Складываются Как книжечка И лежат себе Спокойно Спят так Ну и Звери Тоже Ну хорошо Вот такое у нас Получилось Такое у нас Дополнение Получилось Как раз мы Уложились До музыкальной Паузы А поскольку У нас уже весна И скоро Снег весь растает Давайте послушаем Песню Последний снег В эфире Народная Славянская Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 22 марта 2016 года Вторник По одному Из старинных 21 день Месяца пробуждения Природы 7524 лет Неделя Как не допускать Межпозвоночный Грыж Такова тема Сегодняшнего Живого эфира Главный Сведущий Казак Костоправ Виталий Казакевич Мы отвечаем На вопросы Наших радиослушателей Которые поступают В чат Народного Славянского Радио Которые В общем-то И находятся На сайте Народного Славянского Радио Для того Чтобы на него Попасть Вам необходимо Войти На сайт Славмир.org То есть набрать В любом поисковике В любом Абсолютно Народной Славянской Радио Славмир.org Это сайт Там ищите Словый чат Нажимаете Если еще Не зарегистрировано То один раз Придумывайте себе Логин и пароль Регистрируйтесь И после этого Можете общаться С друзьями Задавать вопросы В эфир Итак Следующий вопрос Поступил в эфир От Знича Из Херсона Раскрыть Просит вопрос Питания Рациона Для питания Опорно-двигательного Аппарата Приходи Приходи Наш клиент Приходи Заниматься Это Раскрыть питание Ну чуть-чуть Я уже говорил Про питание Значит В подростковом возрасте Обязательно Кальций кушать Для того Чтобы не было Грыж Морля Ну а чтобы Диски были крепкие Нам нужен Белок Нам Нужен Ходроитин Он находится Очень много Его Самое лучшее Это вот допустим Юшка Из рыбы А именно Аюшка Когда она застывает Она как холодец Там аж ложка стоит И рыбья Рыбий холодец Чем лучше В нем меньше Холестерина Он лучше усваивается И там есть еще Фосфор Кальций И другие минералы То есть это то Что касается Именно диска Диск и костей Упорно-двигательного аппарата И этот холодец Лучше есть С утра Натощак Вот эту юшку Рыбь Тем более Херсон Мы живем на Днепре Рыба у нас есть Брать жирные сорта Рыбы Толстолоб Ну какие там Я с толстолоба Жена варит Толстолоб Судак Сварили С морковочкой С сыбулькой С луком И все В холодильник поставили И утром едим Где-то по грамм Взрослому человеку Грамм 300 Надо съедать И жизнь налаялась Стей лучше нет Понятно Вот здесь уточнение от Анубиса Из чата Полезно находиться в Асане Зародыш Можно даже спать в ней А где? Не услышал Ну Асана Зародыш Ну как сказать так И спать даже можно в ней Да Да Очень хорошая эта поза Она растягивает Именно заднюю продольную связку И вот эти мышцы Спазмированные Задние А еще Очень хорошая поза Для расслабления Поясничного отдела Именно для перехода Между поясницей и крестом Ложимся на живот И так ножку груди Подтягиваю Получается расстояние Между тазовой костью И кроватью Если на полу И вот разгружает Поясничный Крестцовый переход Поясничку хорошо разгружает На ней вот можно тоже В таком положении На животе засыпать А потом во сне Перевернуться на спину Так вот Одну ножку подтянули Потом вторую положили Вот хочу сказать Что у меня есть знакомый Который самолично Не будучи врачом У него было две грыжи Очень серьезные То есть я помню его Когда он вылезал Из автомобиля Это была целая Процессия Это можно было снимать И потом в ютуб выкладывать И на Оскарскую премию Вообще Претендовать То есть там С такими словесами С такими оборотами Все это было Вот кто помнит Мультик «Жил был пес» Когда там Ха-ха-ха Вот из той же серии Только еще круче Так вот Он себя Довел такой степени Что уже По врачам Стал ходить И хорошо нарвался На знакомого врача Который сказал Ну если ты к нам Ляжешь в больницу Ты должен понять Потом будешь Что ты будешь Наш пациент До конца жизни Потому что мы тебя Просто залечим Мы сделаем тебе операцию Мы тебе там Уберем грыжи Но ты будешь Наш пациент До самой Гробовой доски И он тогда От безысходности Нашел справочники Упражнений Для как раз Людей Которые страдают Грыжей Где-то за год Он себе полностью Убрал эти две грыжи Подтягивая ноги К груди Лежа на кровати То есть После того Как проснется человек Вот ты правильно Говорил Что уже вытягивается На пару сантиметров То есть у него Расслабление там Мышцах И он просто Начинал подтягивать Груди Ноги Брал за колени Подтягивал Одну Вторую удерживал Начинал двигатель Потом это уже Перебрался на пол Когда оно получше стало И в конечном итоге Вот он уже Четыре года Прыгает Довольно счастливый И никаких у него Намеков на грыжи нет Вот такие простые упражнения Ну плюс еще Турник само собой Там висел Расслаблялся Это само собой То есть все это поправимо Турник, вытяжки Да Да, все это поправимо Главное, чтобы было желание И представление Ведание Хоть чуть-чуть Ведание О том, как это вообще Все устроено И почему это все происходит Так что вот так Желаю всем Удачи в этом Простом, в общем-то Но необходимом деле Так, следующий вопрос Да, добавли Я придумал петлю такую Вешается на турник Петля Цепляется за шею И я вешу на ней Я уже привык Я просто за голову вешу Отрываю ноги Руки убираю И по несколько уже секунд вешу Ты знаешь Я вот так В общем доведу это До минуты, до двух Когда я услышал Слово петля И шея Как-то ассоциации Другие пришли Что это Лечебно Такое Радикальное средство Что вот вообще Там Не, но я же говорю Она Она цепляется Не за шею Это Вытягивается весь позвоночник От Атланта Аж до копчика Весь Видео заснял в Ютубе Показал Сейчас За вторую петлю Более дешевую И более компактную Еще выложим Очень много запросов На нее Все хотят купить Ты знаешь Что Можно посмотреть Да Ты знаешь Что Конечно Надо будет посмотреть Вообще Такие вещи Надо ссылки давать У нас Чтобы можно было На них заходить Вот А так вообще Это мне напомнил Не ты изобретатель На самом деле Этого всего Я хочу сразу сказать Есть такой анекдот Когда Абрам пошел вешаться Да За ним эта Жена забегает А он висит за подмышкой Зацепил себя И висит Она Абрам Ты меня напугал Я думал Что ты по-настоящему повесишься Не говорит За шею пробовал больно Вот Ну ладно Давай дальше Как все-таки Накачать мышцы Если есть Поясничные И шейные грыжи Детали задают вопрос Виталий Тезка Привет Ну что надо Поясничные Или шейные А давай Про все И поясничные И шейные Хорошо Ну значит В принципе Процессы Практически одинаковые Любой процесс Будет основан На вытяжении Просто поясницу Гораздо легче Вытягивать Ну к примеру То же самое Турник Около минутки Привязаться Ремнями За кисти Вот этими Для качков Ремни Продаются Или такие Крючки Есть Продаются Хват на руки Крючочек И в них Так удобно Висеть На турнике Две Ну на ютубе Есть это видео Можно посмотреть Просто Там такие Две речки И вторая У меня Разработка Я просто Еще на ютуб Не выкладывал Скоро снимем Тоже выложим Я постоянно Что-то придумываю И вот Можно Висеть Убирать Компрессию Сначала А потом Идти качать В чем Фишка Начинают Откачать Мышцы То есть У человека Есть протрузия Или грыжа Неважно где Поясница В шее То есть Мы уже говорили Это спазм Сжатие Двух позвонков Они этот диск Зажали Люди Начинают Закачивать Мышцы Естественно Их нетонус Еще становится Больше И они Еще больше Зажимают Этот диск В результате Грыжа Становится После Закачивания Грыжевое Выпячивание Увеличивается Поэтому Надо Не закачивать А вытягивать И делать Упражнения И на Релакс Связок И мышц А вот Закачивать Их не надо Вот когда Вы берете Грыжу Сделайте МРТ И МРТ Грыжи Тогда будете Закачивать Мышцы Спины И мышцы Шеи А до этого Надо Вытягивать Правильно Питаться Хорошо Хорошо Ну и если Это уже Очень большие Грыжи То я бы Советовал Пропить Биогенные Стимуляторы Они Если В уколах Биогенные Стимуляторы Ну к примеру Какие Сок Алоэ Это Биогенный Стимулятор Вытяжка Если Мы Говорим Про Вытяжение Есть Такая Очень Интересная Система Называется Белояр Ты С ней Знаком Да Знаком Конечно В Москве Работаю В одном Зале С тренером По Белояру Что Скажешь Вернее В соседнем Я в одном А он в другом Нормальная Система У меня Были Пациенты Которые Убирали Себе Протрузии Но Это Ерунда У меня Есть Пациент В Москве У которого Был Горб На спине Уже Возраст Далеко 40 Даже По-моему Больше 50 И он Занимается Он ходит Ко мне На правку И Белояром И Говорит Самый Лучший Эффект Это Йогу Про Моя Правка Плюс Белояр И Баня Он Ко мне На баню Приходит Все Горба У него Уже Нет Ему 50 Чем То Кифоз У него Был Третьей Степени Он Горб Торчал Из-под Курки Хорошая Система Белояр К У меня Пример Есть Когда Женщина Которая 86 Лет Буквально За Два Сеанса Базовых Упражнений Белояра То есть Без Палок Без Всего Выпрямилась И Без Палочки Сейчас Ходит Вот Два Буквально Сеанса И Показал Как Чего Делать Базовое И Пример Начала Делать Через Два Сеанса Уже Начала Прямо Ходить То есть Если Правильно Делать Все То Очень Серьезная Хорошая Система Так Следующий Вопрос От Светланы Вопрос В эфир От Светланы Здравствуйте Скажите Пожалуйста У меня Очень Часто Болит Поясница И Копчик Чем Это Вызвано Спасибо Поясница И Копчик Может Она падала Куда-то Может Долго Сидит Если Поясница Болит Наверняка Есть Протрузии Надо Сходить К Хорошему Мануальному Терапевту Костоправу Он Может Руками Определить А Копчик Как Правило Болит Когда Мы На него Падаем Роды Во Время Родов Он Смещается Зажимается Бывает Аномальное Развитие И Креса То есть Причин Может быть Много Тут Надо Уже Конкретно Очно Смотреть Тело Если Будут Ущупать Если Будут Какие-то Подозрения То Сделать Снимок МРТ И все Увидеть Да И не Гадать Да Так Гадать Можно Много Но Надо Четче Представлять Что Там Такое Произошло И Зачем Надо Надо Утром Болит То есть Если Поясница Болит Утром Пациенты Говорят Мы Спим Нормально Утром Встать Не Можем Как Говорится Радикулит Пояснице То есть В горизонтальном Положении Происходит Отек А потом Они Встают Ходят Говорят Расхаживаемся Через Часек Все Это Протрузия Это Обыкновенный Радикулит То есть Когда Человек Более Конкретно Описывает Симптомы Что с ним Происходит Другой Утром Я встаю Нормальный Ничего Не болит Но Стоит Мне Походить 2-3 Часа Начинает Болеть То есть Там Уже Будет Другая Болячка То есть Человек Скажет Для того Чтобы Ответить Надо Больше Информации Хорошо Следующий Вопрос В эфир От Василия Из Омска Можно Ли Заниматься Хатхой Йогой При Проблемах С Позвоночником Не Протрозия Грыжи Маленькие До 5 Миллиметров А грыжи Могут Большими То есть Могут Быть 8-9 Миллиметров И Стадии Обострения Конечно Не надо Заниматься А меня Слышно Алло Да Слышно Отлично Больше 8-9 Миллиметров Грыж Что Не надо Надо Побереться Попитаться Отдохнуть Повытягиваться Поколоть Биогенные Стимуляторы Чтобы Убрать Вот это Обострение И тогда Конечно Можно Заниматься Но Под присмотром Тренера Йоги Или Белояра Который Даст Именно Упражнения Не на Скрутки А именно На Вытяжение Вытяжение Той Позже Вытяжение В упор Руками В бедра И так Далее Чтобы Этот Тренер Знал Что Такое Грыжа Инструктор И убрал Те Упражнения Которые Будут Делать Именно Компрессию Дело Если Делать Скрутку Правильно То Она Умирает Убирает Компрессию Диска Но Там Нужен Определенный Угол Ног То С Ногами И С Туловищем Там Именно Надо Правильный Угол Сделать Там Даже Влияет Если Мы Подбородок Наклоним Сильно Много Вниз То Это Уже Будет Скрутка Неправильно Потому Что Я Занимался Йогой Я Это Знаю Поэтому Инструктор Должен Прекрасно Знать Как Надо Делать А так Можно Но Обострение Подождать Пускай Уйдет Сильные Боли А потом Занимайтесь Пожалуйста Следующий Вопрос В эфир От Светланы Из Остро У меня Часто Выскакивают Позвонки Чем Это Вызвано Спасибо За Ответ Ну Одним Если Позвонки Выскакивают То Это Слабость Связочного Аппарата У нас Есть Длинная Задняя Продольные Связки И Есть Связки Суставной Сумки Где Находятся Позвонки Это Развивается Во время Бурного Роста В подростковый Период Кальция Не пьют Вот И Во время Беременности Тоже Плохое питание Нехватка Питательных Элементов Беременность Это Груз Нагрузка На поясницу И Развивается Слабость Связочного Аппарата Перерастяжение Его В каких-то Момент Под Какими-то Углами Нехватка Питательных Элементов Во время Поддоскового И Беременности И Развивается Такое Заболевание Как Спондилоартроз То есть Что такое Спондилоартроз Это Заболевание Фасеточных Суставов Потому что Позвоночник У нас Имеет Три Опорных Комплекса Передний Задний И центральный Центральный Это Как раз Вот эти Диски О которых Мы Сегодня Целый Вечер Говорили Когда Диски Становятся Слабыми Они Проседают Они Теряют Влагу Становятся Хрупкими Проседают Теряют Позвонок Своей Амортизационной И Фасеточные Суставы Начинают Тереться Друг Об Друг Потому что Позвонки Сблизились Чисто Физически Позвонок Набухший Водой Он Широкий Он Как Подушка Хорошая Амортизационная Подушка Он Не Дает Им Сблизиться А у Слабый Обезвожен То Происходит Трение На самом Деле Суставная Щель Уменьшается До Такого Что При Определенных Поворотах Углах Они Трутся Суставные Поверхности Из-за Трения Натирают Пересыхает Суставная Жидкость Стираются Хрящи Диалиновые Развиваются Дистрофические Изменения Суставных Поверхностей Это Приводит К развитию Спонилартроза Который Потом Дает Постоянные Боли В позвоночной Лежит Горизонтально И Потом В это Все Дело Включаются Связки Которые Начинают Срабатывать Обрыв Связи Чувствую Какая-то Чередная У нас Проблема Со Связью Давайте Как раз Мы Сейчас Подходим К музыкальной Паузе Используем Эту Возможность А потом Мы Восстановим Связь И Продолжим Рассуждать По поводу Связок В эфире Народная Славянская Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Современных Календарей 22 марта 2016 года Вторник По одному Старин 21 день Месяца Пробуждения Природы 7524 лета Неделя Как не допускать Межпозвонковых Грыж Такова тема Сегодняшнего Живого Эфира Главный Соведущий Казак Костоправ Виталий Казакевич Напомню Что до Музыкальной Паузы До обрыва Очередного Мы говорили Про то Что у Светланы Часто Выскакивают Позвонки И Она спрашивала В чем дело И что С чем это Связано И вот как раз Виталий Начал рассказывать И связь Прерываясь Пожалуйста Предложи Спасибо Но эта проблема Не только у Светланы Она у многих Возникает Из-за Слабости Связочного аппарата Я уже Повторюсь А все из-за того Что главный Центральный Комплекс Наш Межпозвонковый Диск Он проседает Вот надо Постоянно О нем думать Питать его Водичку Пить Убирать На нагрузку И когда Он будет Здоровый Высокий Прочный С правильным Составом Жидкости Внутри То есть Гидрофильный Тогда он Не будет Давать Двум Позвонкам Движаться Друг Друг Не будут Тереться Суставные Поверхности И связки Не будут Провисать Эффектом Гармошки Когда позвонки Далеко Друг от друга То связки Находятся В натянутом Состоянии То есть В тонусе А когда Позвонки Сбежаются Из-за того Что диск Проседает Естественно Связки Теряют Свою Эластичность И это называется Эффект Гармошки Они вот так И висят Как В сжатом Состоянии Поэтому Опять же Все к тому И возвращается Уменьшает Нагрузку Правильно Спать Чтобы было Питание Пить водичку Хорошую Правильную Кальций И Вещества Содержащие Хондропротекторы То есть Это белки Это качественный Белок И Крути не крути Это белок Должен быть Животного Происходящего День Потому что В растительном Белке Хондропротекторов Нет Почему? Потому что В растениях У растений Нет Суставов И Этот белок Не нужен Мы двигаемся У нас есть суставы Нам этот белок Нужен Вот В принципе Все Опять же Все к тому И сводится Правильно Питаться Пить водичку А потом Делать упражнения Закачивать Связки Тренировать Их Укреплять Смотреть Мышцы А связки И мышцы Качаются Динамики А связки В статике То есть Динамику Нам надо убрать Чтобы не Закачать Травмированный Позвоночник А заниматься Статикой На статику Направлено Йога Как правило Статикодинамические Упражнения И Вот Мы уже Говорили Белое Занимайтесь Этими системами И будет у вас Все хорошо Согласен Согласен Хорошо Василий Пишет Йогой Активно Занимаюсь Три месяца Но последнее Время Стало Простреливать Не сильно От поясницы К ноге И немного Тянет Возможно Обострение Старых травм Поэтому И возник вопрос Прохатка Йогу Это он уточнил Почему вопрос Возникал Так Ну если здесь Нечего добавить Давай дальше Или уточнишь Не Я понял Он только начал Заниматься Три месяца Значит Заниматься Первый год Год вы должны Заниматься Ленясь Вот нас так Учил тренер Если вы Дадите Слишком Большую Нагруз То можете Порвать Позвонки Даже При сильной Скрутке Или Глубоком Наклоне Прогиби Поэтому Первый год Занятий Йога Для ленивых Это два Часовых Занятия В неделю Слышите Два раза В неделю По часу Не больше И если У вас Что-то Не получается Не тянетесь Сядьте Просто И посидите Отдохните Так Нас учил Тренер И Олег И Ольга Они Детренировали И это Позволило Избежать Трам Группа У нас Была Около Двадцати Человек За два Года Ни у кого Не было Никаких Таких Серьезных Каких-то Последствий Потому что Они говорили Всегда Лучше Посидите Отдохните Подышите Чем Будете Тужиться Тянуться И сделайте Себе Надрыв Или связочного Аппарата Или чего Хуже Диск Треснет Ясно Поэтому Активно Будет заниматься Где-то После двух Лет По-моему Ответил Василий Хорошо Вопрос в эфир Бегать можно При грыжах И протрузиях Какая должна быть Обувь И есть ли Ограничения На дистанции Ну Опять же В зависимости Какая Это Грыжа Протрузия Если Большая То нет Для бега Большая Это уже Больше 6 мм Потому что Во время Бега Происходит Естественная Компрессия На позвоночник И на диски Если Позвоночник У нас Ровный То есть Аморизационной Способности То есть Допустим Сглажение Поясничного Лордоза То это Очень плохо Обувь Естественно Очень хорошая Которая Имеет Хорошую Амортизацию То есть Можете Сделать Эксперимент Если У вас Нет Снимков Пробежитесь Там Я не знаю Сколько Километр И покажет Если вам После этого Плохо Болит Поясница То у вас Настолько Большие Протрузии Что Ваш Организм Говорит Не надо Погоди Если У вас Просто Крепатура Бедра Молочная Кислота Забилась Это одно Но если После этой Пробежечки Болит Поясница Вы потом Не можете 2-3 дня Разогнуться То это Другое Слушайте Свой Организм Он вам Все Отскажет Он Очень Умный Согласны Со мной Я Согласен Именно Так И надо Делать Дальше Следующий Вопрос Эфир От Сергея Из Йошкаралы Здравствуйте Виталий Как Вылечить Грыжу Поясничного Дела На фоне Остропороза Женщине В 55 Лет Понял Да Проблема Был Массаж Переостальный Массаж Кто не знает Откройте учебник Васечкина Там написано Вот И Под Постоянным Контролем Функции Почек Чтобы Почки Выдержали Такой Нагрузки Большой Кальция Мы Сдавали Регулярно Анализы На почки По-моему Почечные Пробы Два раза В месяц А то По-моему И чаще Мы Раза 3-4 Месяц Сдавали Почечные Пробы И Пили Мы Бил Стронцей Неактивированные Стронцей И Сдали Анализы Потом Денсометрию На степороз У нее С Степени 2,5 До Единички Уменьшился Это где-то За полгода 64 года То есть Можно убрать Степороз И потихоньку Я ее вытягивал На ладушки И у нее было По-моему Три поясничные Грыжи И вот так вот Мы боролись Потихоньку Работали Облегчение У нее было Потом Потому что У нее еще Был в грудном отделе Зажат Убирал Смещение В грудном отделе После того Как степороз Вылечили А степороз Был настолько Серьезный Что позвонки На ощупь Были мягкие Да Систого троса Дотравился А он проваливается По пальцам Вот Если грамотно подходить То можно остановить Но опять же Под контролем Врача Эндокринолога Который будет следить За уровнем Кальцев И за всем остальным Ну там Биохимия Там Целый набор Придется сдавать Смотреть Потому что степороз Это что? Это обмен Веществ После менопаузы В женщине Нам надо Восстановить Этот обмен Веществ Вспять Поэтому Приходится Пользоваться Серьезными препаратами Кто занимается Можно Останавливали То есть То есть Получается Необходимо Правильное питание Хорошее питье И упражнения Легкие Щадящие И обязательно Добавка кальция Природного О чем мы уже говорим Не первую передачу И Не переборщить Главное Чтобы не посадить себе Почки Не подсадить себе Какие-то другие Органы внутренние Из-за избытка кальция Не забить кальцием Потому что Вот это тоже проблема Некоторые начинают лечиться Так уж лечиться Ложками начинают кальций Заглатывать И По несколько раз в день А потом Что-то там Начинает у них забиваться И Одно лечит Другое калечит Ну там При остеопоросич Очень важен Пить этот Стронций Бивалос Этот стронций Заставляет Кальций Очень быстро Впитываться В костную структуру Прямо загоняет Его туда И буквально За два или за три месяца Нагнал оттуда Столько кальция Что кости стали Твердые Вот так вот Но при этом Ломкость костей Не добавилась Все нормально? Нет Уменьшилась Анализы на руках Все Мы сдали И Уменьшилась Ломкость костей С 2,5 До 1,2 По-моему Все Все анализы Все бумаги На руках Есть Все нормально Хорошо Стронций Не активированный стронций Да Он называется Препарат Бивалос Хорошо Следующий вопрос От Анубиса Использует ли Виталий Провило На практике? Ну я в своей практике Не использую Потому что у меня Сладушка Аладушка Вытягивает позвоночник Лучше Чем Провило Она для этого Предназначалась И я ее сам сделал А так Сам направили Вишу Когда есть время Там на разных Семинарах Фестивалях Славянских Есть Тренажеры Вишу Нормально Использую Хорошо И дай последний вопрос Зададим В сегодняшний эфир Вопрос в эфир От Сергея Из Йошкаралы Какую пищу Можно есть Вместо рыбы Мясо Яиц Для хорошего Состояния Позвоночника Никакую Нету Другого Питания Если вы не кушаете Мясо Рыбу кушаете Ну Яйца Для позвоночника Они Не рыба Не мясо То есть Конкретно яйца Для позвоночника Рыба Я уже говорил Делать Юшку Из жирной рыбы Делать юшку Все В растениях Нету Этих веществ Там У них нет Позвоночника В растении И Кто бы там Не говорил Но Я на практике Видел Люди Которые были Вегетарианцами 20 лет Вот они В 20 лет Начали Было все хорошо А в 40 лет Ко мне приходили И Начинали Рыбу Потому что Позвоночник Начинал рассыпаться Это не реклама Мясо Это вот Просто я говорю Факт Мы никуда От этого не денемся У нас такая природа Так нас задумал Бог И Таких случаев У меня было много Буквально В каждом Городе Из 20-25 человек 10 Которые раньше Были Веганами Или Вегетарианцами Все-таки Отказываются Такой пищи После стяжения Длительного Периода Времени Потому что Нет питания Для Позвоночника И человек Просто начинает Рассыпаться В буквальном смысле Это факт Об этом Можно почитать Много В интернете Статей В форумах Поэтому Кушайте Хотя бы Рыбу Хотя бы Я вас прошу Хорошо Благодарю тебя За рекомендации И давай В конце Будем подводить Итог Сегодняшней нашей Передачи В заключении Есть возможность Что-то Либо Что-либо Сказать Нашим Радиослушателям Ну что Наверное Все Что То Что Ты Перечислял Старайтесь Чередовать Нагрузку С отдыхом Каким-то Померным Не давать Чрезмерную Нагрузку Но и Не лежите Целыми днями То есть Наш позвоночник Не любит Очень Большой Нагрузки И не любит Гиподинами То есть Умеренная Нагрузка Йога Белояр Какие-то Зарядки Делайте Старайтесь Пить чистую Воду Без солей Кальция Чтобы У вас Не было Отложения Солей А с водичкой Приходили Полезные Минералы Старайтесь Правильно Питаться Кто Не любит Рыбу Все-таки Пробуйте Ее Кушать Я не знаю Делай Какие-то Котлеты Паровые Из них Но Такие мы уж Существа Что мы не можем Без нее Или же Можно Заменить Пищевыми Добавками Есть готовые Аминокислоты Жидкие Где полный Набор Аминокислот Всех Можете Вот И Будет В принципе Такой же Эффект Но По-моему Нет научных Изысканий Насколько Они помогают На сто процентов Не собирали Еще групп И не проводили Вот эти пьют Эти не пьют То есть Сто процентов По-моему Нет Я еще точно Не знаю Надо будет Уточнить И старайтесь Поменьше Сидеть У нас сейчас Основная проблема Встали Пошли на унитаз Сели Пришли на кухню Кушать Завтракать Сели На работу Едем Сели На работе Сели Почту Проверить Сели Уроки Дома Сделать Сели Телевизор Посмотреть Сели Больше Ходить И двигаться Для Грыжи Очень хорошо Скандинавская Хадьба С палочками Знаете Такую Взяли Палочки В руки И Так Как будто На лыжах Ходим Очень хорошо Помогает Где-то 5 километров В день Ну вот и все Желаю всем добра Здравия Хорошо Благодарю тебя За участие В свежем эфире Вы Наши радиослушатели Надеюсь Поняли Что есть Определенные Закономерности Которые Отражаются На позвоночнике А то Что происходит В позвоночнике Отражается На вашем Организме И наверное Догадались О том Что необходимо Заниматься Как минимум Какими-то Нагрузками Правильными нагрузками Правильной гимнастикой Для того Чтобы себя содержать В полном порядке И вот для этого Как раз Наша передача И проводится С нашими Любимыми Докторами Надеюсь Что что-то Вы очень Нужное Для себя Из наших эфиров Берете От себя Добавлю Что сегодня По одному Из современных Календарей 22 марта 2016 года Вторник По одному Из старинных 21 день Месяца пробуждения Природы 7524 лет Лето Неделя Как не допускать Межпозвонковых Грыж Такова тема Сегодняшнего эфира Была И Казак Костоправ Главный соведущий Виталий Казакевич Нам об этом Обо всем Рассказывал На 7 я с вами прощаюсь С вами было Народное славянское радио И Алексей Орлов До новых встреч Услышимся До свидания Всем Умов